добрый день уважаемые коллеги тема сегодняшней нашей лекции приобретенная кишечная непроходимость детей тема достаточно актуальна потому что очень большое количество детей поступают в клинику детской хирургии с явлениями кишечной непроходимости которые связаны связаны с перенесенными ранее оперативными вмешательствами поэтому и чаще всего поступают дети с приобретенной кишечной непроходимости которые возникают после операционном периоде рано либо поздно мы этот вопрос рассмотрим несколько позже связано это конечно с тем с воспалительными заболеваниями которые по поводу которых проводятся оперативное вмешательство чаще всего это по поводу острого аппендицита различный форм острого аппендицита и несмотря несмотря на то что казалось бы минимальный объем оперативного вмешательства который проводился по поводу острого аппендицита даже не деструктивной формы последствия могут вызывать или создавать непроходимость кишечника но существуют различные формы различные формы которые в общем то могут вызывать приобретенную кишечную проходимость даже не у детей которые ранее не переносили никаких оперативных вмешательств мы с вами рассмотрим позже необходимо отметить о том что необходимо отметить то что все заболевания которые связаны с кишечной непроходимостью и ее течение могут усугубляться особенно тяжело переносят различные виды непроходимости дети которые имеют какую-то сопутствующую патологию это может быть либо врожденная либо приобретенная естественно такие клиника непроходимости намного протекает тяжелее и может нести за собой различные формы осложнений вот мы с вами рассмотрим на таблице на которой у нас изображены различные формы приобретенной кишечной непроходимости мы видим что она делится на механическую и динамическую механическая в свою очередь делится на странгуляционную обтурационную и смешанную форму смешанная форма это считается инвагинация кишечника а также приобретенная кишечная непроходимость делится на динамическую которую свою очередь бывает паралитическая либо спастическая что такое странгуляционная непроходимость это вид механической кишечной непроходимости сопровождающиеся нарушением питания кишечной стенки вот до ее некроза это спаечная непроходимость заворот кишечника но и различные другие формы острая спаечная кишечная непроходимость вот из этих форм которые мы говорили это одно из наиболее тяжелых и распространенных заболеваний ургентной хирургии детского возраста она обусловлена образованием перевисцеральных сращений или спают которые бывают плоскостными либо шнуровидными спайки образуются в результате предшествовавших оперативных вмешательств как я уже говорил чаще всего это ургентная а также после перенесенных воспалительных процессов душной полости это такие как острый аппендицин перитонит дивертикул меккеля воспаленные его формы мы говорим дивертикулит болезнь крона аднексиды и ряд других заболеваний могут ну после операционном периоде способствовать образованию спаечного процесса потовинное спайка образования прежде всего связан со способностью души мы выделять в ответ на раздражение склеивающие сюда фибрин он оседает на поврежденную поверхность париэтальной и висцеральной брюшины которая покрывает поверхность брюшной полости и кишечник клетки покровного эпителия дают начало образованию эластических и коллагеновых волокон которые быстро покрываются мезотелием этот процесс происходит в течение нескольких часов классификация спаечной кишечной непроходимости она остается такой же как и много лет назад который которую предложил знаменитый детский хирург академик юрий фёдорович и саков еще в 1988 стадии заболевания то есть существует две стадии как мы говорим что такое понятие стадии это считается от момента произведенной операции до возникновения непроходимости то есть 1 это ранняя стадия ранняя возникает от 4 до 5 недель после проведенного оперативного вмешательства и 2 это поздняя стадия которая возникает свыше 5 недель после проведенного оперативного вмешательства существуют формы заболевания особенно важно потому что подход существуют различные к лечению непроходимости спаечной зависимости от формы соответственно существуют первое это подострая форма острая форма и сверх острая чаще встречается при поздней кишечной непроходимости то есть сверх острая чаще всего возникает после пяти недель после оперативного вмешательства однако это не стопроцентно но будут возникать также сверх острая может возникать и после 4 5 недель то есть это не является исключением показания ингредиенты экстренному оперативного вмешательства является не только стадия заболевания сколько его формы форма то есть острота процесса это то о чем я говорил перед этим о том что зависимости какая какая острота процесса соответствующая будет и тактика в проведении лечения клиника клиника острой кишечной непроходимости начальная стадия то есть существует еще стадии стадии начальная стадия она возникает от двух часов и до 12 часов это так называемый иллюз иллюз нукрик отмечается при этом возникает резкий болевой синдром прежде всего это резкие приступообразные боли в животе возникает рвота которая не приносит облегчение и вы смысл если посмотреть на переднюю блюжную стену стенку то можно увидеть перистальтику перистальтику кишечника либо же допустим более четко это можно услышать аускульта тим интенсивность боли прямо прямо пропорционально степени строгуляции вот стадии гемодинамических расстройств отмечается первые 12-24 часа при этом боль постоянно и живот узду асимметричен отсутствует стол отсутствует отхождение больной жалуются на жажду при этом будет отмечаться сухой язык снижение тургора ткани снижение артериального давления тахикардия повышение гематокрита снижение диуреза стадии перитонита стадия перитонита и полиорганной дисфункции которая дальше может отмечаться когда усугубляется течение заболевания состояние больного делается крайне тяжелое отмечается лицо гиппократа сухой язык может отмечаться каловая рвота при этом живут резко живут резко взду перистальтика отсутствует то есть она аскультативно не определяется отмечается как правило высокая температура тахикардия и снижение артериального давления до 6 70 миллиметров ртутного столба и здесь уже может развиваться гиповолимический шок гипокалимия ацидоз апатия мышечная гипотония какие же симптомы симптомы я прошу обратить внимание на какие же симптомы отмечаются при острой кишечной непроходимости потому когда тема еще дополнительно разбирается на практических занятиях зачастую зачастую студенты путаю симптоматику при острой кишечной непроходимости при перитоните и остром аппендицин поэтому на лекции мы решили выделить конкретно которые чаще всего симптомы отмечаются при острой кишечной непроходимости и так первое это симптом варя симптом варя контурируется раздутая петля кишечника особенно у детей с тонкой передней брюшной стенки этот симптом достаточно четко выражен симптом кивуля при перкуссии и одновременной аускультации раздутой петли кишки слышен тимпанит симптом склярова или иначе мы говорим шум плеска при легком страхивание живота при легком страхивание живота имеется ввиду передней брюшной стенки аускультативно можно определять шум плеска следующий симптом это симптом рабовой тишины иначе мы еще вот этот симптомы и перед при перитоните тоже можем отличаться но он также будет и характерным именно обратить внимание и что и при кишечной непроходимости уже более длительное время когда развивается симптоматика перитонита совершенно отсутствие симптом рабовой тишины совершенно отсутствует перистальтика следующий симптом спаса кукотского это на фоне рабовой тишины отмечается шум падающей капли при аускультации естественно можно определить этот симптом симптом следующий симптом это симптом мандора это ригидность передней брюшной стенки напоминает при этом которая напоминает консистенцию раздутого мяча признак перитонита мы говорим симптом грекова и вот при наличии при наличии непроходимости практически отмечается у всех детей симптом грекова это атония и зияние ануса мы определяем с помощью ректального пальцового исследования симптом врачей обуховской больницы это баллоноподобное раздувание ампулы прямой кишки и пустота в ней вот никогда не надо путать симптом грекова и симптом врачей обуховской больницы хотя если вот касаясь симптома врачей обуховской больницы то необходимо отметить что в общем-то этот симптом то впервые и выявил греков но назвал поскольку он там работал как раз свое время и назвал симптом который был выявлен и назвал симптома врачей обуховской больницы но симптом положительный симптом будет отличаться щетки на блюмберга вот я не буду останавливаться на нем потому что каждый когда начинает разбирать тему острый аппендицит в первую очередь студенты называют симптом щетки на блюмберга хотя он не не всегда является характерным симптомом при остром аппендиците дальше симптом воскресенского и кашлевой симптом как уже признаки перитонита на чем основывается диагностика острой кишечной проходимости но оценка прежде всего оценка клинических симптомов оценка клинических симптомов о которых мы с вами говорили оценка дополнительных методов исследования в первую очередь одним из дополнительных методов исследования является обзорная рентгенография органов вручной полости в вертикальном положении вертикальном но необходимо отметить что хирургии практически все делается в вертикальном положении я имею ввиду все рентгенографии все рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости все выполняются в вертикальном положении и рентгенография с контрастным веществом то есть десятипроцентное взвеси серно-кислового бария вот введенным в желудок больного для контроля пассажа по желудочно-кишечному трактуру вот мы на времена раме четко ставлю хорошо видно уровень уровень жидкости над которым имеется воздушные пузыри так называемые чашек лойбера мы говорим о том что существует или логические признаки вот этих чаш клойбера характерны для тонкой кишечной непроходимости и характерные для тонко кишечной вот если мы говорим что тонко кишечная чаши они будут будут растянуты и с низким воздушным пузырем то наоборот при толстой кишечной непроходимости будут чаши ойбера высокими и не так расширены и так расширены как при тонкой кишечной непроходимости вот четко стрелками вы видите какие у нас высокие высокие чаши с высокими газовыми пузырями следующие снимки ставлены тоже тоже представлены вот на первом а и б это прямая проекция и на б линина представлена боковая проекция вертикальным вертикальном положении мы видим высокие уровни высокие уровни и на одном и на втором рентген снимки и здесь вот следующий 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 рентгенограмма мы четко видим тоже насколько у нас насколько выражены здесь уровне и высокие и тонкая кишечная характерная для тонкой кишечной и низкой кишечной непроходимости таким образом на обзор на рентгенографии органов брюшной полости при острой кишечной непроходимости отмечается наличие неравномерно расположенных уровне жидкости с газовыми пузырями как я уже говорил так называемая чашек вольберны всегда при обследовании обязательно проводится пальцевое исследование ректальное пальцевое исследование на которых и определяется наличие уже выше изложенных симптомов сомнительных случаях выполняется лапароскопия с прижиранием спая при наличии естественно соответствующей аппаратуры то есть соответствующих возможностей дифференциальный диагноз паралитическая кишечная непроходимость часто развивается при родовой травме пневмонии то есть мы дифференцируем с паралитической кишечной непроходимостью и мы здесь видим что идеология здесь несколько другая и развивается паралитическая природовой травмы пневмонии инфекционных кишечных инфекционных заболеваний это калиентерит и брюшной энтеровирусная инфекция и другие сначала обзорная ревнинография выполняется а потом проводится борьба с порезом кишечника то есть в виде клизм блокады блокады и так далее лечение существует два вида консервативно и оперативно при консервативном лечении важно соблюдать последовательность мероприятий какие же это последовательные мероприятия опять-таки вот возвращаемся возвращаемся к Юри Федоровичу Исакову который еще свое время предложил мероприятие которое консервативно нужно проводить и они сохраняют свою актуальность в настоящее время и является основными первое ставится зон жерудок его опорожнение и введение 10 процентным здесь и баре второе двухсторонняя пара нефральная это у старших детей или при сакральная блокада у детей до 5 лет блокада 0 25 процентного пациента новокаина внутривенная стимуляция кишечника то есть 2 миллилитра 10 процентного раствора на натрия хлорного от жизни жизни плюс 0 1 миллилитр 0,05 процентного раствора прозерина на день в жизни ребенка через 30-40 минут после выполненных мероприятий которые я изложил ранее 30-40 через 30-40 минут выполняется сифонная призма с гипертоническим раствором натрий хлор для не путать всегда не путать и нужно это знать потому что это особенности которые всегда должны выполняться это то что до для одного года жизни полтора-двух процентный гипертонический раствор а для 2-5 или 3-5 процентный раствор одновременно внутривенно проводится капельная коррекция водно электролитных нарушений и детоксикационная терапия соответственно и проводится параллельно выполняется регион контроль пассажа барий барий по желудочно-кишечному через три шесть двенадцать и двадцать четыре часа если консервативная терапия не принесла эффективности либо же это отмечается сверх острая форма острой кишечной непроходимости выполняется оперативное лечение то есть опять-таки сверх острая сверх острая форма только оперируется в экстренном порядке с кратчайшей предоперационной подготовкой в отличие от других форм где можно проводить в начале консервативную терапию и при отсутствии эффекта тогда только проводится оперативное вмешательство обычно лечение при оперативном дается эндотархиальный наркоз доступ широкий средины но место препятствия при выкуп после выполнен аппаратомии мы находим место препятствия где будет определяться раздутые и спавшиеся отделы кишечника то есть перед перед препятствием перед препятствием петли кишечника будут раздутые а дистальные отделы будут спавшиеся тупым и острым путем проводится ликвидация непроходимости проводится оценка жизнеспособности кишечника жизнеспособности определить жизнеспособности кишечника можно не просто осматривая но но ввести в корень брыжейки 25% раствора алина участок кишки который сомнительным жизнеспособности откладывается теплым физраствором на 10-15 минут таким образом нам у нас дается более тщательно оценить жизнеспособность кишечника для того чтобы не оставить некротизированный участок кишечника зашил брюшную полость проводится санация брюшной полости полости ну как выполняется как перитоните если таковой есть нежизнеспособности нежизнеспособность нежизнеспособность нежизнеспособные участки кишки резонцируют с наложением мешки через кишечного анастомоза конец-конец при отсутствии воспалительных процессов брюшной полости после операционном периоде применяют перидуральную анестезию лидокаином либо тримикоином следующим немаловажным немаловажным видом непроходимости у детей которые достаточно также часто встречается часто встречается это инвагинация кишечника вот этот вид вид непроходимости он не связан с оперативным вмешательством и возникает совершенно по другим причинам которые мы с вами рассмотрим какие это же причины ну прежде всего инвагинация кишечника это смешанная форма кишечной непроходимости которая имеет признаки как стронгуляционной так и абдурационной кишечной непроходимости она проявляется внедрением одного отдела кишечника в другой этот вид составляет от 90% всех видов непроходимости у детей раннего возраста до 3 лет а наиболее характерный возраст наиболее это 3-9 месяцев то есть от 3 до 9 месяцев ну некоторые авторы отмечают от 4 до 9 месяцев какие же виды инвагинация кишечника также имеет виды свои виды какие же то есть какие бывают виды инвагинации как происходит внедрение в зависимости от того какие отделы кишечника внедряются один в один и существуют и делятся и виды инвагинации первое это тонко-тонко кишечная второе это толсто-толсто кишечная третье это тонко-толсто кишечная или мы говорим илеоцикальная вот это основной вид непроходимости это илеоцикальная будем говорить что до 90 процентов по некоторым данным авторам 90 процентов и более даже отмечается именно типичная илеоцикальная инвагинация которая может быть подвздошно-ободочная либо слепо-ободочная также надеется на антиградную которая возникает по уходу перистальтики перистальтики и ретроградная которая возникает против ухода перистальтика она бывает одно-двух и трехцилиндровая признаки жизнеспособности кишки это мы забежим несколько наперед когда кишка жизнеспособная она блестящая нетусклая сироза кишки неотечна вот второе наличие перистальтики отмечается наличие пульсации сосудов и цвет кишки он серо-розовый это при жизнеспособности вот как выглядит на рисунке вы видите как ириоцикальная инвагинация выглядит внедрение внедрение одной кишки внизу у нас червеобразный отросток это как раз купол слепой кишки вот и мы видим внутри как иногда в этот инвагинат даже втягивается червеобразный отросток ибо возникают вторичные изменения после расправления и жизнеспособности кишки иногда приходится воинство вторичных изменений проводится аппендиктамия но здесь четко представлено как выглядит на рисунке как выглядит ириоцикальная инвагинация причины так вот если мы говорили о том что вот признаки стравуляционной непроходимости это является спаечный процесс который образуется после различных видов оперативного вмешательства но какие же причины развития инвагинации кишечника возникают у детей у детей первого года жизни первое это функциональные причины функциональные имеется ввиду алиментарное введение при кормах нарушение режима питания пищевые эксперименты родителей но что имеется ввиду допустим нарушение там режима питания пищевые эксперименты ребенка начинают кормить совершенно пищей, которая не адаптирована к еще возрасту, не адаптирована к желудочно-кишечному правку. К примеру, когда, допустим, даются грубые мясные продукты, вот, даже в виде шашлыков. Это могут давать, допустим, кусочки яблока, вареная кукуруза, это вот то, что наиболее чаще приходится встречать, когда возникают пищевые эксперименты. Ну, и так далее, и так далее. Либо, допустим, там пельмени, и, естественно, это потом приводит к возникновению инвагинации. Вторая причина развития инвагинации, это воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это колиэнтериты, энтеролистные инфекции, дизентерия. И, я должен сказать, что в последнее время, как-то нам достаточно часто приходится встречаться с инвагинацией у детей, которая возникает на фоне дизентерии. Следующие факторы, это механические. Механические, это дивертикул мекеля, опухоли кишечника, лимфоузлы, врожденные пороки желудочно-кишечного тракта, имеется в виду удвоение, лимфоузлы. Ну и различные полипы, полипы со стороны слизистой. Вот что касается лимфоузлов, нам приходилось тоже встречаться с инвагинацией вследствие брыжеечного лимфоденида. То есть, когда возникает брыжеечный лимфоденид и по кишечному краю брыжейки встречаются крупные крупные лимфоузлы, которые способствовали возникновению инвагината. У детей старше года частота этих причин разделяется в обратной последовательности. Ну, я таблицу теперь хочу показать инвагинация кишечника у детей первого года. Ведение приформы, нарушение питания, еще раз напомню, пищевые эксперименты родителей, вот, ну, и так далее. Общая брыжейка, вот, полипы кишечника, опухоли, аномальное расположение и так далее. Клиника. Клиника. Первое, на что обращает внимание, это резкие престообразные боли со светлыми промежутками, которые сокращаются с развитием заболевания. Вот, необходимо отметить, что, казалось бы, на фоне абсолютно благополучия, когда мать покормил ребенка, укладывает его, и спустя там 20 минут, к примеру, там, средний 20 минут, несколько меньше, чуть больше, возникает резкий болевой синдром. Ребенка при этом не унять. Он постоянно кричит. И старается, особенно дети, которые постарше, во время приступа боли, стараются занять колено-локтевое положение, которое ему, в общем-то, не приносит облегчения, он опять ложится, опять изворачивается и так далее. Вот, не унять. И спустя некоторое время, 15-20 минут, когда ребенок успокаивается, казалось бы, беда миновала. Начинают связывать родители это с какими-то кишечными коликами. Однако там наиболее тяжелый процесс развивается. И первым и грозным симптомом это является приступообразная боли. Второй симптом в клинике это наличие пальпирового в животе инвагината в виде опухолевидного образования. но дело в том, что опухолевидное образование оно не всегда может определяться, поскольку имеется вот одна из причин мы с вами рассмотрим является мобильность. мобильность или высокоподвижность или большая мобильность или просто мобильность или у цикального угла. И когда формируется инвагинат, то он может уходить либо допустим под печень и его просто так не пропальпировать, либо допустим мезогастый и так далее. И вот это уже конечно наличие пальпирового в животе инвагината в виде опухолевидного образования это в общем-то уже обратит врач. Следующее это изменение характера стула от нормально до кровяных выделений без кала. То есть стул в виде малинового железа. Далее симптом Дансе. Дансе он положительный. Это признак глицикальной инвагинации. С перемещением инвагинированного отрезка кишечника правая подвздошная ямка при пальмации оказывается пустой. То есть о том что я говорил мобильный купол слепой кишки этот инвагинат уходит либо под печеночное пространство и запустевает запустевает правая подвздошная ямка. Она оказывается пустой это будет симптом средств Данса. Ну какие же диагностика на чем основывается диагностика инвагинации кишечника ну прежде все это инвагинат простите анамнез прежде все анамнез анамнез как я сказал это приступообразная боли боли если уже после пяти часов поступает ребенок может отмечаться стул в виде малинового желе вот приступообразная боли даже это уже настораживает возраст это это уже настораживает на то что у ребенка может быть инвагинация второе обязательным обязательным вот выделено у нас на на слайде выделено обязательно пальцевое исследование то есть ректальное пальцевое исследование вот ректальное пальцевое исследование даже если еще еще не отмечался стул в виде малинового желе то при пальцевом исследовании вы в прямой кишке можете обнаружить наличие крови это раз второе при сходящейся пальпации вы можете определить входную входную конусообразную отверстие входное в инвагина в дистальном отделе далее ну пальпация живота во сне вот пальпация живота во сне она тоже несет очень большую информацию вот если мы говорим о том что медикаментозным именно ну если мы говорили с вами о аппендиците где нельзя выполнять пальпацию или вводить ребенка в медикаментозный сон сон потому чтобы не снял или ввести на такими препаратами которые не снимут болевую чувствительность и определить наличие если напряжение передней брюшной стенки то при инвагинации наша задача пропальпировать этот инвагинат на фоне расслабленной передней брюшной стенки то есть во время медикаментозного сна либо во время наркоза мы проводим тщательную пальпацию живота где очень важным будет являться определенно определение инвагината затем важным диагностическим исследованием в настоящее время является ультразвуковое исследование где также будет определяться наличие инвагината и наконец еще одним наиболее таким будем говорить окончательным методом исследования является пневмоириоскопия то есть ведение воздуха через прямую кишки через прямую кишку если какая же тактика у нас дальнейшая если ребенок от года и от начала заболевания прошло не более 18 часов по поле до года и от начала обращаю внимание и от начала заболевания не более 8 часов проводят попытку консервативного расправления инвагината при диагностике инвагината давление вдуваемого воздуха в кишечник должно составлять 40-60 миллиметров а для для диагностики подчеркиваю 40-60 миллиметров то есть мы нагнетаем ректально нагнетаем воздух воздух и заполняем заполняем кишечник а если же мы подтвердили наличие инвагината мы дальше и прошло не более 18 часов мы переходим к консервативному расправлению обращаю внимание до года и не более 18 часов обнаружили при иригоскопии инвагината переходим к консервативному расправлению но при этом уже давление воздуха увеличим до 80 до 120 миллиметров штукного столба вот у нас нарисован аппарат с помощью которого которого под контролем давления под контролем давления мы нагнетаем воздух прямо на кишку вот и далее в дистальные отделы мы видим стоит у нас датчик соответствующий вот шприц через который мы нагнетаем вот и груша ну после необходимым является после консервативного расправления инвагината после консервативного расправления дают варевую известь чтобы последить пассаж по желудочно-кишечному тракту и получив барий стуль убедиться восстановление проходимости кишечника это первая цель второе дабы дабы нам не пропустить реинвагинанцию то есть первые часы после того как расправили инвагинат может случиться повторное внедрение поэтому обязательным является после расправления обязательно является контрольное исследование желудочно-кишечного тракта с помощью барьевой извести какие же показания операции первое это запущенные случаи когда более 18 часов дети старше одного года отсутствие эффекта от консервативного расправления вот и даче отсутствие эффекта консервативного расправления ну дается эндотрахиальный наркоз выполняется проводится серединная лапротомия расправление расправление инвагината в обязательном порядке в обязательном порядке проводится выдавливание выдавливаем не в скором случае не вытягиванием внедрившегося участка кишечника потому что можно полностью разорвать не только сервозную но и полностью разорвать просвет кишечника далее проводится оценка жизнеспособности кишки кишки 4 признака жизнеспособности кишки при при которых которые назвал раньше при нежизнеспособности кишки выполняется резекция резекция микрозизированного участка кишки с наложением анастомоза конец конец ну здесь вот у нас на рисунке показано внедрившийся участок и увидите как тонкий отдел кишечника выдавливается из толстого то есть четко видно рука хирурга которая выдавливает внедрившийся отдел кишечника спасибо за внимание